Итак, дорогие друзья, сегодня мы заканчиваем цикл наших бесед, посвященных семидесятилетию победы советского народа в Великой Отечественной и во Второй мировой войне. Мы попытались в течение этого времени, в течение этих встреч с вами, рассмотреть наиболее важные, наиболее узловые вопросы, связанные со столь значительным историческим событием, каким явилась Вторая мировая война. И сегодня я и мой коллега Альбер Григорьевич Сенчаков подводим итоги. Вы понимаете, что когда подводишь итоги такой исторической страды, дело это нелёгкое. Обратим внимание только на одну важнейшую составляющую. Во Второй мировой войне погибли 60 миллионов человек. Ущерб, нанесённый Второй мировой войны, в 12 раз превосходит тот ущерб, который нанесла миру Первая мировая война. И, естественно, наши с вами потери были наиболее значительными, ибо 27 миллионов с лишним наших солдат, офицеров, наших мирных жителей погибли во время этой, не побоюсь слова, катастрофы. Изменился ли мир после столь невыносимо огромных жертв? Стал ли он лучше, и что нового принесли после военные годы? Какие итоги, какие выводы мы можем сделать из тех событий, которые имели место с 1939 по 1945 год? Итак, каковы же основные итоги и последствия Второй мировой войны? Первое. Основной итог победы антифашистских сил во Второй мировой войне – это всемирно-историческая победа над фашизмом. В ходе войны мир стал свидетелем уникального явления в истории человечества. Это создание антигитлеровской коалиции. Антигитлеровская коалиция – это военно-политический союз государств и народов, боровшихся во Второй мировой войне против агрессивного блока Германии, Италии, Японии и их сателлитов. Основными участниками этой коалиции были СССР, США, Великобритания, а всего же в 1945 году в антифашистскую коалицию входило более 50 государств. Более 50 государств. И вот эта победа, этот факт образования широчайшей антифашистской коалиции свидетельствовали о том, что идеология и кровавая практика фашизма потерпели крах. Всему миру стало ясно, что фашизм – это тупиковый путь развития человеческой цивилизации. Вот это первый основной итог победы во Второй мировой войне. Второе. Решающую роль. И я хотел обратить внимание наших слушателей, чтобы у них не возникало никогда никаких сомнений в том, что решающую роль в победе над фашизмом сыграл Советский Союз, Советский народ. Именно Советско-германский фронт был главным фронтом всей Второй мировой войны. Советско-германский фронт, протяженность его от Баренцева до Черного моря. За все время существования Советско-германского фронта 93%, подчеркиваю, 93% времени этого существования на этом фронте проходили активные боевые действия. То есть из 1418 дней, в течение которых проходила Великая Отечественная война, 1320 дней – это активные боевые действия. Все познается в сравнении, поэтому скажу, что на североафриканском, плюс на итальянском, плюс на западноевропейском театрах военных действий из 2069 дней их существования бои шли только 1094 дня. Это, конечно, тоже много. Да, но это 53%, 93% и 53% времени. Но это несопоставимо с той напряженной боевой обстановкой, с тем накалом борьбы, который был на Советско-германском фронте. Недаром именно на Советско-германском фронте было уничтожено 607 дивизий противника, то есть Германии фашистской и ее сателлитов. На всех других фронтах, в том числе и в Северной Африке, 176 дивизий противников антигитлерской коалиции. Именно на Советско-германском фронте фашистский вермахт потерял примерно 70% всех своих самолетов боевых. До 75% танков и самоходных артиллерийских установок. На Советско-германском фронте, значит, людские потери фашистского блока были самыми большими и самыми существенными. Вот это второй итог, который совершенно четко бросается в глаза, когда мы говорим об итогах Второй мировой войны. Значит, третий момент. СССР в результате победы в войне приобрел огромный международный авторитет. Наша страна стала одной из величайших держав мира. 11 государств Европы, наши войска освобождали в ходе заключительных боев Второй мировой войны. Это миллион квадратных километров площадей. Это население 113 миллионов человек. Огромные потери понесла Красная Армия. Миллион человек погибли только при освобождении от фашистского ига стран Восточной и Центральной Европы. Четвертый момент. Значительно возросла роль рабочего и демократического движения в странах Европы. В ходе войны в Европе, да и не только в Европе, развернулось широчайшее национально-освободительное антифашистско-демократическое движение, которое вошло в историю под названием «Движение сопротивления». По-французски «ресистанс» это слово впервые употребил 18 июня 1940 года знаменитый француз генерал Шарль Деголь, выступая по английскому радио. Он сказал, когда все уже было ясно, что Франция потерпела сокрушительное поражение, Деголь сказал, что пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет, и не погаснет. Так вот, значит, движение сопротивления, в котором активнейшую роль играли демократические силы и коммунисты, и это движение сопротивления привело к тому, что авторитет коммунистического движения во всем мире, и особенно в Европе, резко был поднят на новую высоту. Достаточно сказать, что коммунисты в первые послевоенные годы входили в состав правительств девяти европейских государств, в том числе и четырех государств Латинской Америки. Пятый момент. Победа над фашизмом во Второй мировой войне дала мощнейший толчок к распаду мировой колониальной системы. И в повестку дня был поставлен вопрос о полной ликвидации колониальной системы, что и произошло немного позже, но, безусловно, под прямым воздействием событий Второй мировой войны. Шестой момент. Это изменение соотношения сил в капиталистическом мире. Германия, Италия, Япония были резко ослаблены, потерпев сокрушительное поражение. Такие страны, как Франция и Великобритания, тоже ослабили свои позиции, попав в экономическую и военно-политическую зависимость от Соединенных Штатов Америки. Именно Соединенные Штаты Америки стали, безусловно, доминирующей державой в капиталистическом мире. Соединенным Штатам Америки не стало равных ни по уровню экономического развития, ни по военной мощи, ни по степени политического влияния. Ну, тут можно приводить множество интересных цифр и данных. Скажу только о том, что военно-промышленный потенциал Соединенных Штатов Америки был просто колоссальный в 45-м году. За все годы войны, вот только один пример приведу. За все годы войны в Японии было построено 15 авианосов. Это самые крупные военные корабли. В Англии 17 авианосов. А в Соединенных Штатах Америки, вдумайтесь, 137. Это только по одному виду вооружений. И вот это неоспоримая в капиталистическом мире экономическая, военно-политическая мощь Соединенных Штатов Америки, подкрепленная монополией на ядерное оружие. Определенное время было монополией, безусловно, до 49-го года. Все это позволило американским правящим кругам заявить, что теперь в мире будет ПАКС Американо, то есть мир по американскому образцу. Сюда надо добавить следующий момент, что возросшая мощь Советского Союза, его колоссальный авторитет, все это стимулировало каталитарную сталинскую систему к попыткам расширить так называемый мировой революционный процесс и еще более раздвинуть рамки мировой социалистической системы. И вот тут мы с вами остановимся на одном моменте, который не должен быть вами упущен. С определенным цинизмом, я не побоюсь этого слова, и в Ялте, и в Потсдаме союзники, вот члены антигитлеровской коалиции, о которой говорил Альберт Григорьевич, согласились с тем, что Центральная и Юго-Восточная Европа это предмет или сфера влияния Советского Союза. Они согласились с этим, они не возражали, они понимали, что Советский Союз понес наибольшие жертвы, мы уже об этом говорили, и что он имеет сатисфакцию в виде влияния на этих громадных территориях. С другой стороны, это совпало с тем, что движение и антиколониальное, и демократическое, которое было стимулировано движением сопротивления, привело к возникновению в Европе такого явления, как народная демократия. И правительство народной демократии сформировались в Венгрии, Чехословакии, Польше, Болгарии, Румынии, то есть практически вся Восточная и Центральная Европа это была народная демократия, которая поддерживала Советский Союз. Они с восторгом принимали советского солдата, солдата Красной Армии, который освободил их от этого мерзавца, от этого мерзкого фашистского ига. Но, и тут мы обратимся к последней мысли Альберта Григорьевича. Товарищ Сталин, почувствовав вот эту силу, это мощное влияние, которое родила победа Красной Армии в войне, он накидал на эти страны народной демократии шинель своего образца, шинель тоталитарного образца. Были уничтожены в первые же годы яркие представители национально-демократического движения в Венгрии, Лас-Ла-Райк, в других странах, Райча-Костов там в Болгарии, в Польше и так далее, и везде были укоренены коммунистические режимы, подчинявшиеся давлению и влиянию Москвы, что, в свою очередь, вызвало глубинные процессы конца XX века. Однако в тот момент действительно возникли страны социалистического содружества, оно было подкреплено тем, что в 1955 году был создан в Варшаве военная организация, и эта военная организация была, конечно, создана в ответ на то, что 4 апреля 1949 года был создан Союз НАТО, то есть объединение 15 западноевропейских стран, получивших мощную военную организацию, то есть мир вскоре после победы раскололся на две составляющих части – на мир демократии и мир, ведомый Соединёнными Штатами Америки. От антифашистской коалиции не осталось ничего. И, по сути дела, содержанием второй половины XX века стало соревнование вот этих двух систем. В рамках Холодной войны. Да, в рамках Холодной войны, которая началась сразу же, в 1946 году. И главным, и мы должны это объяснить детям, главным содержанием истории второй половины XX века стало соревнование двух систем. Не в последнюю очередь потому, что Альберт Егорович говорил о ядерном оружии. Так вот, примерно к 70-м, 80-м годам в руках Советского Союза и Соединённых Штатов оказалось 97% запасов ядерного оружия. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что вот, как Бронислав Яковлевич сказал, Холодная война на многие десятилетия стало главным, ну, так сказать, негативным фактором человеческого развития. Негативным. Потому что колоссальные материальные средства, морально-политическое, так сказать, давление друг на друга и так далее, всё это, конечно, не способствовало нормальному развитию человеческого общества. И, наконец, заканчивая, собственно, о Второй мировой войне, хочу сказать, что Советский Союз внёс значительный вклад в победу и над милитаристской Японией. Я уже говорил на прошлых лекциях, что на Крымской конференции наша делегация во главе со Сталином в феврале 1945 года дала обещание, что Советский Союз вступит в войну против милитаристской Японии через 2-3 месяца после победы над фашистской Германией. Так оно и произошло. 8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну милитаристской Японии. 24 дня, всего-навсего 24 дня, продолжались боевые действия в ходе так называемой Маньчжурской стратегической операции, Сахалинской операции и Курильской десантной операции. Красная армия в ходе этих боев разгромила 22 японские дивизии, взяла в плен 594 тысячи японских солдат и офицеров, 148 генералов. Такой блестящий, не побоюсь этого слова, блестящий итог стал возможен не в результате слабости японских войск, а в результате мощи и военного искусства, колоссального опыта, который приобрела большой кровью, так сказать, заплатив за это, Красная армия. Вот нельзя обойти вниманием и такое событие последних дней Второй мировой войны, как атомная бомбардировка двух японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Наши историки убеждены, что для победы над милитаристской Японией этой бомбардировки, ну просто необходимости в этой бомбардировке не было. Да она просто была не нужна, и так бы одержали победу. И надо сказать, что политическая составляющая вот этого события, она, на мой взгляд, конечно, доминировала. Показать всему миру, кто теперь в мире хозяин, обладающий таким страшным оружием. А насколько оно страшное, я позволю себе краткие сообщения сделать о впечатлениях японского офицера Масатаке Акумия, который 6 августа 1945 года получил от начальства приказ быстро съездить в Хиросиму и посмотреть, что же там все-таки произошло. Потому что японцы не представляли, что это такое. Так вот, что пишет этот японский офицер, подчеркиваю, непосредственный очевидец последствий атомной бомбардировки Хиросимы. Цитирую. «Рано утром на следующий день мы прибыли в Хиросиму. Ничто, ни кинопленка, ни газетные сообщения, ни книги, ни самые красноречивые слова, ничто не может передать другим людям, даже приблизительно, что стало с городом после того, как упала бомба. То, что Хиросима уничтожена, это известно. Но тысячи рассказов не могут передать потрясающие крики жертв, которые уже находились по ту сторону всякой помощи. Они не покажут пыль и пепел, вившийся над сожженными телами, мучившихся в предсмертной агонии. Не опишут отчаянные поиски воды существами, которые не задолго до этого были людьми. Нет слов, чтобы передать жуткий, удушающий, вызывающий тошноту запах, который исходил не от мертвых, а от заживо сгоревшей. Как часто уже рассказывалась история той матери смерть, которую я видел, но что могут передать слова? Она не могла произнести ни слова. Ее рот был сожжен, ее тело разорвано, а ее живой, но еще не родившийся ребенок лежал рядом с ней на земле в крови и пыли. Это была Хиросима, которую я видел. И мы с вами, заканчивая наш цикл, недаром остановились на Хиросиме. Я должен вам сказать, что Соединенные Штаты попытались продемонстрировать свою мощь и свою силу еще на Потсдамской конференции. Президент Трумен, а нужно вам сказать, что президент Рузвельт, с которым мы имели дело всю войну, 12 апреля 1945 года скончался. Старотостижно. Да, вице-президентом был Трумен, и он автоматически, в соответствии с американской конституцией, стал президентом. Так вот, он подошел к Сталину на Потсдамской конференции и сказал ему о том, что вот у нас произошло испытание оружия невиданной силы. 16 июля. Да, это было 16 июля 1945 года, в момент Потсдамской конференции. Сталин закурил трубку по обыкновению, и так выходило, что он ничего не понял. Подошел к Трумену Черчилль и сказал, что же вы так сказали невнятно, он же ничего не понял. А Черчилль знал об этом испытании в Долине. И ликовал по этому поводу. Да, и ликовал по этому поводу очень здорово. Но Сталин все понял. Он вызвал маршала Жукова и попросил его переговорить с Курчатовым, Игорем Васильевичем, нашим крупным ученым, по поводу того, чтобы были ускорены работы по созданию ядерного оружия у нас в Советском Союзе. Прошло еще долгих 4 года, пока 30 или 31 августа 49 года под Семипалатинском эта бомба не была испытана. И на этот момент 4-летие Соединенные Штаты обрели силу и мощь единственной ядерной державы. Мы заканчиваем этим потому, что сегодняшние события на Украине снова подталкивают нас к той геополитической ситуации, которой были бы рады американцы. Ибо для них самое главное на этом этапе мировой истории угнездиться вблизи границ современной России. Да, они одержали победу в холодной войне, и 90-е годы это доказали. Но Россия, как Феникс, она восстает из пепла, она возвращает себе мощь, силу, авторитет. Нам еще много нужно работать для того, чтобы технологически хотя бы подойти к уровню Соединенных Штатов. Это правда. Но наш авторитет и наша сила, духа очевидны. И поэтому Соединенные Штаты не могут мириться с тем, что в Европе будет и в мире будет еще одна сила. Отсюда то, что мы сегодня видим на Украине. Геополитический спор, геополитическое противостояние в другой форме, в других параметрах, продолжается. Но величие победы нашего народа в Великой Отечественной войне в том и состоит, что он показал и доказал непобедимость. На этом, пожалуй, мы и остановимся. Мы будем рады, если наши с Альбертом Григорьевичем встречи с вами позволят вам донести до учеников всю правду о Второй мировой войне. Мы старались исчерпывающе быть правдивыми, не уходить от острых вопросов, не преуменьшать значение роли антигитлеровской коалиции и тех же Соединенных Штатов, которые очень помогали нам в период Второй мировой войны. Но мы хотим, чтобы вы, наши дорогие коллеги, донесли это до будущих поколений. Вам это дано, и вы это сделаете, потому что два чувства дивно близки нам, и в них находит сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. И так завещано от века по воле Бога самого самостояние человека залог величия его. Этот завет Александра Сергеевича Пушкина мы с вами всегда должны помнить. Самостояние человека залог величия его, а самостояние – это оборотная сторона знания, опыта, оборотная сторона умения человека понимать, что творится в этом мире. И если хотите, только так можно воспитать гражданина. Ради этого мы и встречались с вами, ради этого мы и разговаривали с вами на протяжении этих часов. Спасибо вам большое, что вы терпеливо нас выслушали. Будем рады, если наши беседы помогут вам в организации вашей воспитательной, учебной, академической работы. Мы хотим новых встреч с вами и желаем вам добра и счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова